Реализовать существующие стандарты дошкольного образования, создать условия для развития личности и повысить квалификацию сотрудников. Такой курс развития взял Шелковский детский сад номер 5. Об этих темах говорили руководители на общественных слушаниях. В частности, учреждения планируют стать инновационной площадкой, внедряя программу вдохновения. Форма работы подразумевает сотрудничество воспитателя и ребенка, проявление детской инициативы и совместное обсуждение возникающих вопросов. К программе уже постепенно переходят три младшие группы. Программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. Цель государственных стандартов – это положительная социализация ребенка в дошкольном детстве. Так вот, программа дает возможность большему проявлению инициативы ребенка. Здесь не будет жесткого планирования. Этот план будет зависеть больше от детей, нежели от воспитателей. Заместитель заведующей Наталья Шишкова особенно подчеркнула, что в этом году появилось больше бесплатных кружков. И всего один платный – детский фитнес. Среди бесплатных – занятия технического направления, логаритмика, обучение квилингу, бисероплетению и фольклору. Мы закупили большое количество конструкторов интересных, которые действительно дети прям, вот знаете, по объему образовательной нагрузки, да, он не должен превышать 25 минут. Но дети просто не хотят уходить, потому что это захватывает их полностью. Педагоги создают условия для развития детей и творческого процесса. В частности, в этом учебном году добавилось новое игровое оборудование – беседки, тактильные знаки на стенах и освещение на фасаде здания. В 2016 году почти все педагоги повысили свою квалификацию, а свыше категории стало на три воспитателя больше. О саде можно говорить очень много и только очень теплые и хорошие слова. У меня ребенок уже второй ходит в этот сад и с удовольствием идет сюда, и какие сейчас воспитатели, как они заботятся о наших детках. Мне это очень нравится. Самое главное – нравится детям и нам, родителям тоже. Сегодня в районе насчитывается 47 детских садов. Прошедшая оптимизация объединила несколько дошкольных учреждений. Это, в свою очередь, способствовало строительству новых садов и благоприятно сказалось на ликвидацию очередей. Строительство новых дошкольных учреждений продолжается. До конца года мы еще откроем детский сад на Первом Советском переулке. Это будет второй корпус первого садика. Мы откроем садик в Аничково и откроем садик еще в Новом городке. И дальше, и в 2017, и в 2018 году будем продолжать строить новые детские сады. Нас по распределению определили именно в этот детский сад. Очередь была абсолютно недолгая, буквально пару месяцев мы подождали, и нашего ребенка спокойно приняли. Мы оформили все документы, проблем с этим не было, и, соответственно, уже второй год воспитываемся. Полностью образованием в дошкольном учреждении я довольна. Заведующая дошкольным учреждением Елена Ряшкина отметила активность педагогов и родителей и наградила грамотами за участие в жизни сада. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.